Эй, ребят, всем привет! И сегодня я сижу в Москве, в центре города, и рядом со мной Александр Кондрашов. Ребята, всем привет! Да, я Александр Кондрашов. Надеюсь, кто-то на канале Косё знает меня. Я думаю, что точно знает. Да, у меня канал про путешествия, подводную охоту. У меня есть аквариум с пираньями, в котором я забрасываю частенько всяких рыбок и прочее, за что меня многие не любят. Я купил аквариум, когда переехал в новую квартиру, специально построил под него тумбу, купил большой аквариум на 600 литров и поселил туда амазонских пираний, настоящих амазонских пираний, которые хищники. И частенько кормлю их разным живым кормом, подселяю, пытаясь, чтобы, так как скучно, когда одни пирани в аквариуме плавают, пытаюсь подселить туда каких-то других рыб. Там от крабов двух подселил, они вроде прижились. В общем, все видео у меня есть на канале, целый плейлист называется «Пираньи». Заходите, смотрите. Также я очень много путешествую, то есть в год там раз 8-10, наверное, езжу по разным странам. Перечислить их... А можешь перечислить как примерно? Ну, я был в Таиланде, допустим, 5 раз, в Америке 4 раза, это Майами, Нью-Йорк, Бали, Доминикана, Куба, Европа. Вот сейчас в Финляндии только вернулся недавно. Мадагаскар. Мадагаскар, Мальдивы. Кстати, на Мальдивы мы ездили с ребятами покупать остров. Очень интересный проект. Проект называется «The Ostrove». Я снимал именно как мы ездили, покупали остров, как мы договорились с правительством в Финляндии. Мальдив. Да, и в принципе, заходите тоже, смотрите. Короче, вы поняли, да, что не подписаться просто невозможно, потому что если бы я услышал такую речь, я бы сразу бы просто даже не досмотрел это видео, просто подписался бы и смотрел бы видео Александра Кондрашова. Ребят, на самом деле, у нас время ограничено, к сожалению, да, потому что у Косё сейчас будет встреча с подписчиками, мне тоже надо дальше ехать, поэтому ссылочки все будут в описании. Также я взял интервью у Косё, поспрашивал много интересного. Заходите, смотрите, это интервью уже тоже на моем канале. Вот, на этом у нас все, в принципе. Всем удачи и пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, нет, серьезно, потому что ты видишь контраст, ты... Я не буду... Опять же, меня обвиняют в комментариях, когда я говорю про Россию, а нужно говорить про Москву, мне говорят, поэтому окей, сегодня я буду говорить не про Россию, а когда я приезжаю в Москву, потому что все говорят, что Россия не так Москва, и что я не могу судить о тех городах, где живут другие подписчики, или, может быть, вы, кто приехали из других городов. Я считаю реально дни, когда я приеду уже в Москву Потому что я получаю удовольствие, когда я здесь Я получаю эстетическое удовольствие, когда смотрю на вас Потому что вы все очень красивые Ты заходишь в метро и думаешь Вау, все такие красивые, все как модели Серьезно Все такой модель Те, кто были в Китае, понимают, да, наверное, о чем я говорю Выкивают те, кто были в Китае Ты думаешь, вау, все очень красивые Все такие высокие И я сразу становлюсь метр шестьдесят Хотя я метр восемьдесят три, но я себя ощущаю метр шестьдесят в России Все такие высокие, такие классные Все такие творческие Серьезно, все такие творческие Ну, у всех столько интересных мыслей Обо всем можно поговорить Столько всего происходит Опять же, я не говорю, что в других странах этого нет Это классно только потому, что ты побывал уже в другой стране И ты сравниваешь Когда ты можешь сравнить что-то с чем-то Это дает эффект Отличается Гонконг от Китая Очень сильно Гонконг это более развитые люди Это более цивильные То есть более богатые И там более комфортно тем, кто не привык к Азии Да, вот хотя Гонконг и Шанхай более-менее похож У меня три места, куда я мечтаю Это где живут уйгуры Сильдян-Уйгурский автономный округ Я хочу туда, я хочу в Юднань И хочу в Тибет Как раз вот это, если посмотреть на карту Китая То все находится ближе к нам От России к Казахстану и вниз к Вьетнаму Вот я хочу всю эту территорию объездить Просто потому что там есть чем дышать Какой продукт я беру из России? Я бы весь магазин бы забрал на самом деле из России Я сейчас лечу южными авиакомпаниями И у них можно взять два чемодана по 23 килограмма В одном чемодане у меня будет одежда А в другом чемодане 23 килограмма Я беру еды Всегда килограмм 20 еды с собой забираю Это гречка Это сейчас с собой заберу сыры Творог, который хранится месяц в вакуумной упаковке Мне как раз хватит на месяц Манку, овсянку, все каши Что я еще беру? Шоколадки я беру Горох когда беру Чечевицу беру Тунца беру Ну примерно вот такие продукты То есть то, что хранится долго И забиваю шкаф и ем это полгода Значит я тепло Весна или осень, я не помню Я одел, погладил рубашку Одел ее и шел в университет Очень счастливый Китай Было солнечно Я иду, иду, иду Вот так вот Просто с рюкзаком Женщина стояла спиной И что вы думаете Когда я прохожу просто И прямо на мою рубашку То есть она не видела, что я иду Естественно, вины в том, что она накрыла на меня Никакой нету Но в том, что она резко харкнула Когда развернулась И именно в эту секунду Почему-то я попался Среди всего полтрамиллиардного населения Именно я стоял на этом месте И мне просто обхаркали Вот Я очень извиняюсь Но огромным-огромным харчком Просто всю мою рубашку Я плохо знал тогда китайский Ну на уровне просто Извините, спасибо, до свидания Я ничего не смог сказать Она очень сильно извинялась Опять же Она не то что Она сожалела об этом То есть это было видно Я не злюсь на нее В плане того, что Ну они так делают Ну что я могу поделать Потом, когда я уже переоделся Я применял душ Быстренько Бежал в университет Она собрала всех своих знакомых во дворе Встретила меня И все это время Они говорили на английском Sorry, 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 sorry Постоянно повторяли Я сказала, что все окей Все окей Прошел То есть она поняла, что она сделала Что-то не очень хорошее Она собрала своих бабушек Там, дедушек И они все при новой извинились То есть Вот это была очень смешная Сейчас уже для меня ситуация Когда бы вы просто плюнули Мне на мою рубашку Да, я хотел сказать своим родителям Огромнейшее спасибо За их поддержку За поддержку моей маме Да, это очень важно У кого есть дети Поддержат своих детей Во всех начинаниях И это очень круто Серьезно Все, на этом закончим Давайте чайку выпьем Давайте общее фото сделаем Да, да, да А куда? Около сцены? Около сцены? Около сцены? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, привет! Мы едем в Питер. Это Вика. Вика, поздоровайся. Привет. Те, кто были на встрече, видели Вику, потому что она была моим администратором. Я хочу сказать всем огромное спасибо тем, кто помогали мне все это организовывать. Лили, Лене и Гуле, моей сестре. Огромное спасибо, конечно же, Вике. И это прошло очень круто. Я просто в восторге. Мне даже подарили подарки и подарили прекрасную карту мыла, тульский пряник и вообще шоколадки. Это было так классно. И этот день, наверное, я запомню просто на всю свою жизнь. И это один из самых лучших, наверное, эмоциональных дней в моей жизни. И нас ждет встреча в Питере. Так что я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто был. Я не могу даже передать свои эмоции, не могу передать свои чувства вообще по поводу всей этой встречи. Я даже не могу все это соединить просто и как бы выразить словами. Но это было очень классно. Завтра в Питере. Сейчас уже сегодня. Сегодня уже будет встречаться в Питере. Потому что ночь. И мы едем в столицу. В культурную столицу. В культурную столицу. И посмотрим, как там организуют встречи. Потому что там все будет более организовано. Потому что будет организовывать человек, который в этом разбирается. Потому что в Москве я все сам организовывал. С помощью Вики и с помощью моих друзей. Отчасти, да? Да, те люди помогали потом организовывать. Но приходилось все делать самому. И я надеюсь, что будет встреча так же зимой. Это видео о том, как избивают Вику. Все. Увидимся на встрече в Питере. Да, это встреча на встрече. Всем привет. Меня зовут Катя Красава. И я ведущий канала «Путешествую и мечтаю». Этот стоит Мэйлен Чайна, но он же «Путешествую и мечтаю». И именно об этом я хотел сегодня с вами поговорить. Почему именно «путешествую и мечтаю». То есть почему так ванильный как-то вот этот «мечтай» как-то, знаете? Как любят девочки заходить в паблики ВКонтакте во всякие ванильные «мечтай». И вот я именно хотел про это поговорить. Почему «мечтаю» и почему «путешествую». Почему «путешествую» я уже несколько раз говорил о своих выпусках. А вот почему именно мечтает? Ни разу не говорил. Почему именно мечтает? Да? То есть почему? Почему мечтает не другое, не живи, еще что-то мечтает? На самом деле это касается лично меня. Почему я выбрал именно это название? Потому что с самого детства я всегда любил мечтать. Постоянно мечтал, мечтал, мечтал. С самого детства, как я помню, я любил прям сидеть и часами мечтать. Представлять свою жизнь, спокойно будет через 2 года, через 3 года. И я хочу именно ответить, что это были не какие-то цели. То есть я хочу поехать в Нью-Йорк в 2017 году. Нет, это уже цель, к которой ты стремишься. У меня, например, вот по поводу Америки, да, есть мечта попасть в Америку. Но непонятно когда, то есть в каком это будет году, я пока не стремлюсь к этой цели, это пока мечта. То есть она у меня укладывается в голове, и так вот происходило с самого детства. Все, о чем я когда-либо думал, все, о чем когда-либо мечтал, просто потихоньку укладывалось в моей голове. И только потом, постепенно, это превращалось в цель. Допустим, я сейчас живу за границей, да, я живу в Китае. Это никогда не было моей целью. Никогда я не думал, что я хочу жить за границей, и я хочу немножко чувствовать этот лицом с этим микрофоном. Значит, Саша Гурова, в Москве тоже такое было. У меня не было никакой цели жить в Китае или еще что-то такое. Просто я всегда хотел чего-то нового. И мечтал о том, что когда-нибудь я куда-нибудь уеду из России. Просто пожить пару месяцев, может, пару лет. Просто путешествовать. И вот именно тогда, когда я был маленький, эта мечта засела у меня в голове. И потом постепенно, когда я рос, эта мечта превращалась в цель. И поэтому я советую всем мечтать, чтобы вы мечтали, и потом ваши мечты постепенно-постепенно превращались в ваши цели. То есть, если вы не будете о чем-то мечтать, то, как бы, и целей никаких нет. То есть, если мы не мечтаем о чем-то, то, ну, а что тогда хотим? То есть, просто тупо ставить какие-то цели, это даже неинтересно как-то. И поэтому с самого детства я мечтал, и знаете, вот очень смешная история есть. Я тоже стал в Москве по поводу мечтай. В детстве я в целом доверял своей маме. Потому что я говорил, мама, ты знаешь, я мечтаю об этом. Мама, ты знаешь, я мечтаю о том, о всем. И постоянно вот я просил это мечтать. Если честно, мама это раздражала. Потому что она говорила, сколько уже можно мечтать? Ты мечтаешь о том, о всем? Постоянно мечтаешь. И однажды она даже мне сказала, типа, все, хватит рассказать мне про свои мечты. Я и Витинсей, я буду в Сочи, и пошел к бабушке. Я пошел к бабушке и ей сказал, бабушка, ты знаешь, мама мне мечтать запрещает. И я тогда помню, что бабушка сказала, да, она просто пошутила, мы пошли к маме, и она сказала, не запрещай ребенку мечтать, а пока то, что у него есть. И я это запомнил. Почему-то в этот момент, момент детства мне запомнился. И вот с тех пор просто я мечтатик. Я просто это по улице и мечтаю. И просто там маленькая мечта, а ты детально продумываешь. Вот допустим, я не знаю, наверное, у всех, да, у вас есть какие-то мечты. Ну, сейчас возьму самую банальную, там, может кто-то еще не поступил в университет, но он уже мечтает, да, поступить куда-нибудь. И можно прям продумывать. То есть вот, как я пойду 1 сентября, как я буду сидеть на парах, какие у меня будут однокрупники. То есть все это в голове как планы. И реально, когда ты посылаешь вселенные, там, какие-то позитивные эмоции, то они приходят в твою жизнь. И это очень круто. И я, конечно, не мог сказать, что на самом деле это так и есть. И почему мечтания, я говорю уже о своих выпусках? Потому что, когда ты путешествуешь, ты развиваешься. Когда ты путешествуешь, ты видишь мир и жизнь такой, какой она есть. И когда вы просто читаете книги, да, вот как вот, мы читаем книги и смотрим кино, мы визуально видим, но мы не можем дотронуться. Это как маленькие дети. Когда мы были маленькими, мы до всего дотрагивались. Да, вот спина твердая. Откуда я знаю, что она твердая? Потому что когда я был маленький, я трогал. Что такое твердое, что такое мягкий материал? Что такое твое, что такое холодное? Все это мы позновали в детстве. То есть как именно познается мир, да? Все мы так делали. И когда ты путешествуешь, ты видишь, я не знаю, например, что такое бедность и богатство, да. Вот я для этого жил просто, ну, я знал, что где-то есть бедные люди и есть очень богатые, но при этом я не видел ни тех, ни других. Меня не когда вокруг не окружали очень бедные люди и никогда не окружали очень богатые люди. Я честно теоретически знал, что это есть. Но когда я путешествовал, когда я попал в ту же Камбоджу, тот же Вьетнам, и я понял, что такое на самом деле бедность и что такое богатство. Особенно если это богатство находится в 100 метрах от бедности. Если мы говорим про Камбоджу, то не в 100 метрах, это в двух метрах. То есть здесь может стоять огромный золотой храм, там могут находиться довольно-таки чиновники, например, или еще кто-то. И рядом с ним же может находиться какая-то лачуга, и там же ребенок будет просить тебе деньги, потому что просто он погиб в трусах и грязный. То есть к чему я это говорю? Когда ты путешествуешь, ты больше осознаешь этот мир, и ты больше его начинаешь понимать. И однажды я даже сказал, не однажды, это было недавно, я сказал в своих выпусках то, что мне даже тяжело общаться с людьми, которые не путешествуют, и почему-то очень многие на это обиделись. Я никого не хотел обидеть, то есть я не хотел сказать, что люди не путешествуют, там какие-то, не знаю, отсталые люди или еще что-то. Например, мои родители не путешествуют, но моя папа, например, просто особо неинтересно путешествуют. То есть у каждого свой выбор, да, то есть мы ищем каждый свой путь, как нам развиваться. Лично я развиваюсь через путешествие, это мой путь. То есть это не означает, что я говорю, так, ребята, вот вы все обязаны путешествовать. Конечно же нет. Это просто мое мнение, и просто вот именно я вижу так свою жизнь, и с вами этим делюсь. У нас у каждого, вот мы живем в большом мире, да, вот огромный мир, и в этом большом мире мы тоже маленький мир. То есть наша, будем называть душа, наше тело, это маленький мир, который живет в большом мире. И самое-самое важное, самое главное для нас всех, это чтобы наш маленький мир был спокойствием. И когда с ним все окей, то и вокруг все окей. То есть это познается, наверное, на опыте, и может быть, когда я буду более взрослым, когда мне будет 45, 50, 65 лет, я это еще больше пойму. Просто сейчас я отвечаю за собой, за своими друзьями, вообще за другими людьми, что когда там у нас не все в порядке, то и здесь вокруг все плохо. Давайте закончим, если только есть вопросы, еще что-то еще, что вы можете все подходить. Короче, спасибо вам, что вы пришли. Это, на самом деле, мечта. Я вас всегда не забываю. И, конечно, что, я не подписчиков уже новым представлял. Мне казалось, что подписчиков другой отношусь только в первых девушек. Я просто, честно, я немножко офигел и в Москве, и в Питере, потому что много девушек. Спасибо всем, что вы пришли, спасибо, парни, что вы пришли. И я хочу вам сказать, что я вас люблю всех, вообще всех люблю. И оставайтесь со мной на канале, я буду вас дальше радовать, а вы радовать меня в комментариях. Все, спасибо. Эй, ребят, все, я уже в Гуанчжоу, я в Китае, и я еду на такси домой. И у меня трагедия, я забыл макбук в Москве, в Шереметьево, в Шоколаднице, и он уже лежит в бюро находок. Да, я вечно все забываю, у меня вечно приключения какие-то дебильные. Но ничего, не будем унывать, макбук, он в бюро, он меня ждет, его мне отправят. Так что я смонтирую это видео. Ну, я, наверное, его смотрю на другом ноутбуке. Ну, не важно, макбук ко мне скоро приедет. И да, я в Китае, так что будут выходить, наверное, выпуски из Китая. Я приехал из Москвы просто с невероятными впечатлениями. Я очень рад, что я побывал там, я очень рад, что я вас увидел. Я побывал в Питере, я побывал в Белоруссии. И это было так классно. Так что увидимся с вами еще в марте. Я в марте устрою обязательно встречу в Москве, в Питере, может быть, в Минске. И не знаю, посмотрим. Еще я очень хочу в Украину. Увидимся с вами в следующих выпусках. И увидимся вживую уже весной. Пока-пока. П omnip! Пмахса! 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 Пשות!